12 августа в регионе стартовал экологический мониторинг. В ходе мероприятия проверяется техническое состояние скверов и парков, различных объектов и зеленых насаждений. Большие нарекания имеются в адрес сотрудников сферы ЖКХ, отмечают специалисты. Подробнее в следующем материале. На водно-зеленом бульваре, как видно, поломаны скамейки и не работает освещение. Но больше всего бросается в глаза состояние фонтанов. В любом случае можно говорить о том, что, конечно, нет финансирования или, можно так сказать, бесхозно остались эти парки. У нас сейчас, получается, на реконструкции стоят вот эти фонтаны наши тоже в городе. Мы сейчас информацию запросим обязательно и будем смотреть, именно какие подрядные компании занимаются реконструкцией этих фонтанов. В данном случае мы сейчас видим, вот на территории, получается, начало этого водно-зеленого парка идет строительство нового фонтана, но при этом наш старый фонтан здесь заброшен. В целом можно сказать о том, что здесь, наверное, нужно обратить ЖКХ города о том, что новые парки делаются, а старые забываются. На сегодня готовится проект реконструкции музыкального фонтана, расположенного на данном бульваре. В настоящее время проводятся ремонтные работы на трех фонтанах. Ответственна за это подрядная организация ТОО «Шалкарбастау». Общая сумма составляет более 128 миллионов тенге. Фонтан, расположенный в 12-м микрорайоне, полностью завершен. Фонтан возле областного суда готов на 95%. Фонтан на водно-зеленом бульваре завершен на 90%. Окончание работ запланировано на сентябрь. В ходе мониторинга специалисты вращают внимание и на состояние зеленых наслаждений. Мы сейчас в триатлон парк прошлись, там все в идеальном состоянии, но буквально через дорогу стоят наши старые парки. Мы сейчас пройдем на заднюю территорию парка первого президента. Визуальный осмотр на прошлой неделе уже был, но сейчас мы конкретно хотим зафиксировать. И там тоже подобные случаи, где нет освещения, высокая трава, которая не косится. Соответственно, говорит о том, что парки остались бесхозными. Возможно, не выделяются средства на их благоустройство и обслуживание. Отметим, что с начала эко-мониторинга были проверены парки и скверы в районе Алтон-Урда и на проспекте Абая. Шасан Жалобаков, Самат Каликинов, телеканал Актюбе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова